Получить результаты анализов на сахар, холестерин, гемоглобин, сделать электрокардиограмму или пройти осмотр у медика. Теперь для этих процедур жителям села Вырыпаева не нужно ехать в районную больницу. Все это можно сделать в новом ФАПе. В райцентр у нас добраться можно только раз в неделю, автобус ходит. На месте она нам берет анализ крови, делает кардиограмму, давление померит. По национальному проекту здравоохранения на строительство модульного ФАПа выделяли порядка 2,5 миллионов рублей. Половина ушла на оснащение. Елена Тамашина фельдшером работает 35 лет. Шесть из них в Вырыпаеве. Здесь, во-первых, в каждом кабинете практически водоснабжение здесь есть. Я надеюсь, что здесь будет тепло. В том медпункте было холодно у нас, протекала крыша там. Очень много было недостатков. Новый ФАП работает с апреля этого года. Он обслуживает 520 человек. Именно столько живут в Вырыпаеве. Чаще всего приходят пожилые люди с хроническими заболеваниями. ФАП уже работает в полную, скажем так, свою мощь. Много посетителей уже приходит, люди довольны. Старое здание ФАПа, оно было еще находилось в каком-то другом здании до этого момента. То есть оно не соответствовало уже всем этим техническим новым современным требованиям. И вот очень удобные эти конструкции, конечно, то есть быстро возводимые, светлые, прочные, то есть надежные. В общей же сложности в этом году в Пензенской области построят 56 модульных ФАПов и амбулаторий. Это позволит сделать медицину первичного звена доступнее для жителей самых отдаленных сел региона.